Здравствуйте! В эфире программа «День республики» в студии Айна Басхаева и в начале коротко о главном. Расширение маршрутов и новые направления в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Сочи. Глава Калмыкии провел встречу с начальником Северокавказской железной дороги и филиала РЖД. Расстав приоритеты Калмыкия в числе первых 15 регионов участников проектов о безопасности дорожного движения. И в Элисте отпраздновали день рождения Далай-Ламы 14-го. Духовному учителю буддистов исполнилось 87 лет. Глава Калмыкии Батухасиков провел рабочую встречу с начальником Северокавказской железной дороги и филиала РЖД Сергеем Задориным. Продолжаем поэтапно возрождать железнодорожные сообщения в Калмыкии. Договоренности были достигнуты на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым в рамках ПМФ-2022. Сейчас приступили к реализации планов. Отмечу, что востребован рейс Элиста-Анапа, загрузка 100%. Поэтому приняли решение увеличить количество вагонов, подчеркнул глава Калмыкии. Об этом, а также о расширении маршрутной сети и включении в нее Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных вод и Сочи шла речь на встрече с Сергеем Задориным. В планах и круглогодичное сообщение. Это позволит восстановить регулярные межрегиональные рейсы, повысит транспортную доступность для жителей Калмыкии, а также села Дивное и города Ипатова Ставропольского края. Кроме того, поднимаем вопрос модернизации отраслевой инфраструктуры, реконструкции переездов на дорогах и ремонта отдельных участков путей. Признателен руководству РЖД за внимание Калмыкия. Отдельное спасибо Сергею Задорину за теплые слова поздравления с Днем Республики, отметил Батухаськов. В Целином доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены нарушения при организации питания. Проверка установлена, что бюджетным учреждениям Республики Целин и дом-интернат для престарелых и инвалидов меры по обеспечению соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг питания надлежащим образом не реализуются. Выявлены нарушения в части хранения суточных проб хранения пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительной документации, хранения пищевой продукции с стекшим сроком годности, неоснащения складских помещений и холодильников приборами для регистрации показателей температурного режима. Прокуратурой района в отношении директора бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. О контролирующем орган административное производство рассмотрено. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Кроме того, по данному факту прокуратуры района в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных в дисциплинарные ответственности, которые находятся на рассмотрении. В Лаганском районе проводится проверка по факту гибели подростка в результате утопления в водоеме. 6 июля 2022 года примерно в 13 часов в 10 минут Несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения, направляясь из города Тольятти Самарской области на спортивные сборы в республику Адыгея в сопровождении своего тренера, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мечта», действовавший на основании согласия, выданного ей матерью ребенка, заехали в село Джалыково Лаганского района республики, где мальчик в ходе купания в необследованном и непроверенном водоеме Михайловский канал утонул. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В России стартовал новый социальный проект по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты». Калмыкия присоединилась к данному проекту. Всего в нем участвует 15 регионов России. По словам организаторов, если проект покажет свою эффективность, то он будет реализован по всей стране. Подробнее о программе в нашем следующем материале. В зале заседания правительства Республики Калмыкия состоялся старт регионального этапа социальной кампании «Расставь приоритеты», направленной на привлечение внимания населения к проблематике дорожно-транспортного травматизма на перекрестках. Большое внимание будет уделено работе с детьми. Более тысячи ребят в возрасте от 5 до 14 лет будут привлечены к участию в кампании. Работа с детьми включает в себя обучение основам правил дорожного движения на базе детских садов и общеобразовательных организаций. В стороны руки. В ту сторону. В ту сторону. Опять в ту. Ага. И еще раз давай. Вперед руку. Наверх. В стороны руки. В ту. В ту. В ту. И в ту. Еще движение у регулировщика вот так. Давайте попробуем. Одна рука прямо. Давайте попробуем, попробуем. Давайте. Отлично, молодцы. Давайте сами все похлопаем, мальчики. Молодцы. Фокус проблематики социальной кампании «Расстав приоритет» сконцентрирован на формировании культуры соблюдения правил безопасности дорожного движения, как органической составляющей поведения всех участников дорожного движения. Председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Алексей Ванькаев отметил, что основными факторами риска совершения ДТП является нарушение правил проезда перекрестков, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения. Я хочу сказать, что Центр движения безопасности традиционный, уже можно сказать, партнер многих регионов, и благодаря инициативности нашей республики, властей наших, нашей госавтоинспекции, они к нам, в очередной раз приехали. Хочу сказать им большое спасибо за их работу. У них главный упор, у Центра движения безопасности, главный упор компании, это, естественно, информационно-разъяснительный. Основная, значит, задача, это взаимодействие непосредственно вербальное, невербальное с участниками дорожного движения, то есть со всеми пешеходами, с водителями, которые там вышли, да, из автомобиля стали пешеходами. Значит, в рамках компании будут проведены лекции, семинары, разъяснительные различные мероприятия в местах притяжения, в общественных, значит, местах. Где находится большое количество людей, которые, как бы, от поведения которых будет зависеть, да, безопасность дорожного движения, вот, это автозаправочные станции, где много там водителей, да, это различные торговые центры, это просто какие-то места притяжения на улицах нашего города и республики. Значит, вторым этапом, я знаю, запланирована, значит, лекция и с курсантами автомобильных школ, с курсантами различных других учебных заведений, вот, поэтому, в принципе, могу сказать, что по результатам информационной кампании очень серьезный пласт будет затронут этой кампании, и я надеюсь, что определенная польза большая будет от этого, конечно. В рамках реализации проекта в летний и осенний периоды в 15 регионах России пройдут мероприятия в онлайн и офлайн форматах с максимально широким охватом участников дорожного движения. На этапе подготовки проведения кампании разработан целый комплекс тематических обучающих и пропагандистских мероприятий, специально для каждой целевой аудитории. Я хочу обратить внимание на символику кампании. Это световозвращающие брелоки, их можно использовать, цеплять на одежду, чтобы стать заметными на улице, чтобы пешеходы могли безопасно пересекать перекрестки. Ну, а если говорить про социальную кампанию, тема социальной кампании – это безопасное пересечение перекрестков всеми участниками дорожного движения. К сожалению, статистика говорит о том, что это такой проблемный участок дорожного полотна, где очень часто и ДТП происходят. И вот наша кампания посвящена тому, чтобы обучить, проинформировать и очень так вовлеченно, аккуратно просветить население, в том числе регионы Калмыкии, республики Калмыкии, для того, чтобы предотвратить ДТП и аварии с тяжелыми последствиями. Согласно данным официальной статистики Госавтоинспекции, за 2021 год 9 из 10 ДТП совершено из-за нарушения правил дорожного движения. При этом 30% ДТП произошло на перекрестках, в результате которых погибло 5 человек, 181 получили ранения. Организаторы компании отметили, что основная идея проекта – развитие безопасного дорожного пространства за счет роста ответственности и понимания рисков на перекрестках. По итогам реализации инициативы будет проведено исследование на предмет эффективности. Также будет рассмотрен вопрос о распространении кампаний по всей России. Калмыкию посетили ведущие российские врачи – уролог Денис Мазуренко, детский уролог Антон Соболевский и невролог Екатерина Бриля с целью развития данных направлений, внедрения новых методов лечения тяжелых форм мочекаменной болезни, выявления деменции, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других когнитивных нарушений на допсихиатрическом уровне. Главный врач Резбольницы Александр Калаев отметил, что сегодня в России всего 400 детских урологов. Это связано с тем, что служба выделена в отдельную специальность из взрослой урологии в 2011 году. Поэтому в урологическом отделении приняли решение развивать это направление параллельно. Детский уролог Федерального научного центра рентгенорадиологии Антон Соболевский осмотрел маленьких пациентов РДМЦ им. Манжиевой. По его словам, службу можно усилить, закупка эндоскопического оборудования, некоторых расходников и наборов для микрохирургии. Что касаемо урологической помощи в Республике Калмыкия, здесь достаточно развита и открытая хирургия, развивается лапоископическая урология, хирургическая урология и внутрипросветная, такая как чрезкожная, трепсия, контактная. В современной методике используют лазеры и контактных приборов, скажем так, специализированного оборудования. В первую очередь здесь видно, есть обратная связь, люди стараются, ребята учатся. Если бы поначалу это были многие у нас еще молодые, тем не менее прошедшие архитектуры, аспирантуры в ведущих клиниках нашей страны, в Санкт-Петербурге, в Ростове, в Москве, на данный момент за эти 7 лет, эти ребята уже выполняют сложнейшие операции, которые далеко не везде, в России, даже в Москве и в Санкт-Петербурге, и во всех клиниках делают. В Листе отпраздновали день рождения Далаламы 14-го. Ему исполнилось 87 лет. В честь этого в главном буддистском храме Калмыкии прошли праздничные мероприятия. На территории Хурула состоялся ритуал, а также молебен с молитвами о долгой жизни духовного лидера буддистов всего мира. Также праздничные мероприятия прошли на Площади Победы. Творческие коллективы Калмыкии выступили с номерами, а гостей угощали праздничными тортами. На Площади Победы мы приступаем уже к светскому празднованию, где наши артисты города Элисты, республики Калмыкия выступят с концертом, делая таким образом музыкальное творческое подношение Далай-Лами и всем элистинцам, всем жителям республики. И, конечно же, самым главным событием сегодняшнего концерта становится угощение всех праздничным тортом. Мы заказали много больших тортов, поэтому хватит всем пришедшим на сегодняшний праздник. У нас более 300 килограммов торта будет сегодня. И достанется всем, и каждый сможет получить кусочек от общего, тем самым поздравив Далай-Ламу с днем рождения. На Площади Победы собрались жители Степной столицы, чтобы отпраздновать день рождения его святейшества. Элистинцы поздравили духовного лидера с днем рождения и пожелали ему долгих лет жизни и выразили желание о приезде Далай-Ламы в Калмыкию. Долгих лет ему жизни, чтобы всегда его радовала окружающая обстановка, в которой он находился. В этот день мы желаем ему долгих лет жизни, плодотворной работы, и чтобы он все-таки опять появился у нас здесь, в Калмыкии. Что мы отмечаем 87 лет дорогому учителю. Это человек вселенной, человек мудрости, океан мудрости. Я хотел пожелать ему долгих лет жизни, здоровья, чтобы он поехал в Калмыкию еще раз и нас благословил, и чтобы в Калмыкии буддизм развивался еще сильнее. Чтобы здоровья, самое главное, и побольше, чтобы было всего светлого, положительного в это наше время для всех людей, населяющих нашу планету. Хочу от всех дома поздравить с этим праздником всех жителей республики. И как завещает Далай-Лама, как завещают все наши ученые и мудрецы, пусть у нас в Калмыкии всегда будет мир, дружба, порядок. Продолжается реализация проекта «Герои кто?». Напомню, инициатива специалистов Института комплексных исследований о рыбных территориях была поддержана на Всероссийском конкурсе грантов Росмолодежи. В рамках проекта создаются документальные фильмы об участниках военных действий. Подполковник милиции в отставке Константин Макунов, герой нового выпуска, рассказывает о своем боевом пути. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова